Ну, здравствуйте, мои дорогие, любимые, мои любимые, мои хорошие. По-хохлядски хотела сказать, получается мне этот акцент. Ну, все, кто зашёл, кто удостоил моего канала внимания, здрасте. Мой канал самый-самый. Здравствуйте, заходите. Меня зовут Ольга, а вы на канале сам себе режиссёр? Ну, хватит шутить. Я приехала с магазином, ездила в большой магазин, сам бери в наш. Чуть маленько у меня окна открыты, я подмёрзла и стала снимать шарфик. Ну, как всегда, я ездила молоко покупать, здесь его нет. Может, когда-то их привозят, но я не успеваю. Вот такое молоко. Хоть она у нас дороже, а сам бери дешевле, ну, там, видимо, завоз посолидней. Ну, и вот нашла ещё, начали продавать уже золотое семечко. Ещё две бутылочки взяла. Оно у меня не лишнее, что ему будет? Пусть стоит в моей, в моём складе на балконе. Что ему будет? Ничего ему не будет. И взяла мороженое. Увидела, одна сторонка. Это мы покупали с Наташей в Комсомольске. Это их мороженое. Она мне уверила, что это вкусное мороженое. Действительно, я же ела с ней. Вот, 370 рублей. Наверное, килограмм. Я так что-то покрутила, покрутила, так и не увидела. Пломбир. Родная сторонка. А вес не вижу. А, килограмм. Это у нас экспортируют в Китай. Китай наше мороженое любит. И вот в Китай его направляет, Комсомольск, на море. Ну и нам достаётся. У нас обычно так раньше было. Если куда-то за границу, то нам уже не попадало. Я так понимаю, что иногда эти партии нам попадали. Они видны были по упаковке, по окрасочной этикетке. Или договор у них полетел, а оно нам продаёт. Или отказались покупатели по какой-то причине. Вот тогда нам доставалось. Это я хорошо помню. Ну и надо тут сбегать за сметаной. Ну, попала сметана. Вот, 100 рублей без рубля. Я взяла ноябрь, как раз, 3 ноября. Сегодня 3 ноября. Сегодня у моего сыночка день рождения. Он родился у меня в 5 утра. Ну и яйца купила. Поздравила его с утра. Он на работе. Просто голосовой отправила. Ну, я туалетную воду купила. Наташа поздравит от меня. Когда Наташа здесь в августе была, я говорю, давай я хоть что-нибудь ему куплю. За столько лет никогда ничего. Только устно поздравляла. Ну, хоть туалетки купила. Постаралась хорошую. Не по 200 рублей. Ну, и вкус я его немножко помню ещё с юности. По-моему, понравится ему. Ну, хоть какое-то внимание. Как так получается, что подарки ему не достаются от меня. А раз я отсюда посылала посылку, только переехала сюда, наверное, в 10-м, а переехала. А у него в ноябре, вот я, наверное, год прожила здесь, с февраля до ноября. Я ему отправляла посылку конфет. Я здесь переехала, когда всякие конфеты, у меня глаза по 5 копеек. Я брала целое эмалированное ведро. Приношу, всыпаю, приношу, всыпаю. Но потом разочаровалась в этих конфетах, когда наелась. Распробовала. Красочные обёртки никак не соответствуют вкусу конфет. Красная шапочка, мишка на сейв, ремешка, косолапый, ананасные. Все вот такие красивые обёртки. Звёздная ночь, ещё там что-то там. В общем, много красивых таких. Сейчас вот я их не вижу. Редко-редко. Красная шапочка, они невкусные. Они уже невкусные. И вот тогда я набрала конфеты и думаю, ну и отправлю Денису. Он сладкоежка у меня. Я ему, наверное, килограмма 3, может, не такую уж, конечно. Килограмма 3, наверное, отправила. Через которое время он мне к дню рождения тоже конфет прислал. Ну, аж подумал, мам, ты чего? Ну, и так молчком, может быть, как говорится, отплатил той же монетой. Ну, я шучу. Ничего страшного. Вот съездила так продуктивненько. Мороженое действительно, да, вкусное. Муж с Наташей ели это мороженое. Вот я в честь день рождения сыночка поем мороженое. Ну, не знаю, может быть, ужин сделаю. Все равно бокал вина надо быть за его здоровье. Но на работе, наверное, праздновать они не будут. Скорее всего, нет. Поэтому, как уж они там приведут, это уже ихняя забота. Надо же морозилку положить. Начнет таять. Морозилка полная. Не знаю, куда запихают. Булочки вытаскивать, наверное, придется. Булочки, наверное, придется вытащить. Ты чего не сделаешь? Мороженое надо положить иззади. Ну, булочки вытащила. Вкусное мороженое. Сейчас буду вас провоцировать. Прямо натошила, она возьмет килограмм. Мы поужинаем. Говорит, мам, будем мороженое? Я говорю, будем. Никогда не отказывалась. Действительно вкусное. Не знаю, у меня мало кто смотрит. Но хотелось бы спросить. У меня такой вопрос. Или как? Мнение у кого какое. Некоторые очень ругают охотников. Которые охотятся на косулю, на медведя. Ну, чтоб пойдет. С лицензия у них, все. Не бракомеры. Ай, бессовестные убийцы. Зачем вы животных стреляете? Ну, вот мы прожили, можно сказать, деревню. Хоть это районный населенный пункт, но все равно я считаю, что это деревня. Рассоем в доме, все хозяйство держали. И мне тоже всегда жалко было, когда родители свиней забивали. Даже крупный рогатый скот особенно. А некоторые сил уже нет держать коровку. Ах, никто не покупает ее. И ее приходится на мясо пускать. И хозяева сами забивают или продают мясо, или перерабатывают. А что делать? Как сказать, что хозяин такой убийца? Никто не говорит, что это... Ох, какое счастье убивать! Но... Однако, все едят стейки, эти шашлыки бесконечные. Ну, они же... Ну, ладно, кто, конечно, не ест мясо, тех еще понять можно. Возможно, они не могут смотреть на мясо и видеть убитого животного. А у них нарвотный рефлекс, они не могут. Но я сомневаюсь, что это... Вся страна такая. Тушен, упокупаем печень, сердце, язык. Это же все животное. И никто не падает в обморок. Котлеты. Ну, как, значит? Ну, как? Как? Ну, если совсем никого им не убивать по лицензии там... Ну, в лесу вот. Тогда они расплодятся. У нас в Приморье медведи уже ходили по помойкам несколько лет назад. И нападали на людей. Даже задрали там кого-то. Я сейчас забыла, но это было давно. И что? Нельзя медведя трогать. Ай-яй-яй, убийцы. Как-то вот люди односторонние. Лень каждая. Или это показуха. Показать. Такие они добросердечные. Как они же? Думаете, кто-то убивает? Так уж это. Во-первых, глаза они их не видят. Они издалека. Вот. Добывают мясо. Оформят семью. Но не каждый может быть охотником. Это тоже правда. Это тоже правда. Кто-то вообще не может ружьё поднять на животное. Ну, а кто может охотиться? А северный народ. Если бы они не убивали своих оленей, даже своих. Они же и одежду шили, и обувь, и жир тюленя, вот их спасал. Мясо оленя. А сколько они в капканы пушистых, пушистиков этих соболей, лис. Вот как тут? Такой мир. Вот послушаешь, начинают лисберки, прокрыть, ослать. Как-то надо по-честному относиться к тому, что у нас в природе. Принаселение может быть, да. А питания им не хватит. Они будут выходить в посёлки, ближе которые к лесу, и убивать людей. У них же нет сознания, что им стыдно убить человека за еду. Они идут и из-за корма убьют кого хочешь. Регулироваться всё равно это должно в природе. Это же цепочка. Ну и уничтожать что-то с этой цепочки тоже нельзя. Стоит одну цепочку уничтожить. Допустим, комара уничтожить, всё, там лягушка погибнет, лягушек не будет. И так пошло. Это же мы в школе ещё учили. Конечно, кто делает вот чучело. Я вот ходила в музей в Комсомольске на море. Как-то неприятно. Идёшь, зверь стоит, чучело. Вот в городе музей краеведческий смотрели. Неприятно, конечно. Я бы этого не хотела. А вот насчёт мяса, вот это вот, если кто может убивать в обморок, не падает, то он на этот промысел идёт и добывает мясо, пушнину, жир. Также рыбу вылавливают. Мы щадим консервы рыбные. Рыба же тоже живая. Чё, поймать её, как у сказки Пушкина, поцеловать и выбросить в море или в реку. Ну, это же так сделана жизнь. Послушаешь, ой, я не могу, будьте вы проклятые, убиваете животных и такое, изверги. Я считаю, если по-честному, это показуха. Не один такой человек, который кричит, жалко, что другим не жалко. Когда дома забивают животных, ты же их кормишь. Даже свинью и ту жалко. Она же ещё визжит. Ой, я всегда боялась, я убегала. Родители всю зиму потом нас кормили. Соляночка со свининой, котлеточки, пельмешки. А как? А как прокормить семью? В деревне. В деревне сам бери нету. Никто не привезёт мясо. И в магазине мясо люди берут. И на рынке мясо берут парное. Шашлыки сейчас у нас в моде. Сейчас идёшь и осенью, весной только запах идёт шашлыков. Так что вот это мне сегодня как-то и еду в автобусе. Всё у меня в голове. Что люди вот так вот критикуют охотников и проклинают их. Тогда всех деревенских жителей. Кто держит скотину на убой. Вот я ещё страшно было. Я читала, когда гуся в сетку садят. Вот ему туда корм толкают. Я прочитала. Он жиреет. И к Рождеству его. Ой, на стол. Всегда тоже так как-то. Ну стараюсь отгонять, отгонять. Я воочию этого не видела. Как представлю. Что так делают. Курям головы рубят. Гусей. А гусей вообще жалко. Они как люди. Они как сторожа. Даже собаке не надо. Они на любое движение вокруг дома реагируют. Начинают гоготать. Где-то даже такое есть по истории. Что спасли они от врагов. Загоготали. И враги не могли близко подступиться к стенам города. Тоже читала где-то. Ну что ж. Вот как-то. Из этого сделала вывод. Что люди в интернете. Неадекватные. Не знаю. Или все вегетарианцы. Ну как сказать. Если он мясо не ест. Говорит. Животных нельзя убивать. Значит он не ест мясо. Поэтому есть такие. Говорит. Посмотрю на мясо. И мне животные в глазах. И не могут есть. Сочувствую таким людям. Ну как ты будешь без мяса сваришь. Вот так у нас в природе все завязано. Хорошо хоть. Мы не в Африке. Там вообще ганебальство людей ели. В старых фильмах показывают. Как их привяжут руки-ноги. Миклуха Маклая по-моему съели что ли. Или кого какого-то путешественника съели. Такую палку. Руки-ноги привязали. И несут с песнями на костер. Вот это действительно. Вот так вот я сегодня. Только у меня такая тема. Почему-то в голове кружилась. Когда ехала сегодня в автобусе. Подошла к битрине с мясом. И не стала мясом рачивать. У меня немножечко там есть. А кроликов как жалко. Кроликов это вообще. Я не знаю. Их как-то по носу бьют. Я так и страсти рассказываю. Что самоишь. У меня подружки. Вот. Царство небесное. Идочка. Когда всегда Сергей жив был. Ее муж. Они держали кроликов. Я приду. Посмотрю. В клетку. Такие хорошенькие. Божественненькие. У них эти кольчата маленькие. Ну такие хорошенькие. Она нас приглашала на ужин. И обманывала. Что это мясо куриное. Мы так ели с удовольствием. Первый раз пришли. Потом. Она конечно осозналась. Что это кролик. Вкусно. Как она в сметане жарила. Так хорошо. Вкусно. Тем более мы в общежитии жили. Молодые специалисты. Только приехали. Пойдешь в столовую. В пять часов. В шестом покушаешь. Котлетку съешь. Пюре. Сметану. Хлеба. Вроде наелся. А через час-полтора уже голодный. Молодые же. Хорошо все перерабатывается. Мама вас пригласит. Меня пригласит. А я подругу беру с собой. Пойдемте девчата. У нас в комнате жили два товароведа и два бухгалтера. И вот я их водила. Киды на ужин. Ну как всегда вина возьмем конечно. И она натушит эту икру. Сейчас вспоминаю ее. Вот я кролика купила. Такой кролик жирный. Прям разделала. На кусочки сложила. Буду жарить. Если только... Ну когда семья. Вот. Когда если я или поеду. Или они приедут. Дети. Одно. Одно и нереально. Натушишь. Одним же кусочек не пожаришь. Как-то. Он не вкусно будет. Надо тарелочку. Вот так сочно было. В сметане. Кролик не варят. Его как-то тушат. Обжаривают. Чтоб корочка была. Ну вот тоже взяла. Это мне просто повезло. Женщина на рынке. На нашем ближнем. Стоит. Так вот. В целлофане у нее. 450 рублей за килограмм. Я говорю. Что это у вас такое мимо шла просто? Она говорит. Кролик. Я говорю. 450 за килограмм. Она говорит. Да. Я говорю. Я так боюсь. Все говорят. Что на кошку кролик похож. Так ей говорю. Она что. Вы знаете. Такой хороший. Я говорю. Как вы их убиваете? Ну мы же для этого их и держим. Так она мне говорит. А для чего же мы их держим? Раньше же еще шапки с кроликов сшили. Мужские. Серенькие. Помните люди носили. Ага. Ну решилась. Думаю. Может если дети будут. На то шоу. Не буду говорить. Знаю что говорить. Она когда готовишь. Шла. Развернула. Он такой жирный. Я там кролик. Диетическая. Думаю. Он же не жирный. А он такой жирнючий. Прямо что у него сало такое. Прямо такое вот сало на ляшечка. Ну я разделала на четыре пакета. Получилось два килограмма. Вот. Ну вот. Почти на тысячу взяла. Не жирю. Но нежная. Пхеетическая. Может внучечка у меня маленькая есть. Может быть внучечке маленькой возьмут. Если приедут. Или я поеду. Пусть покормят. Но для маленьких и для стареньких очень полезно это мясо. Вот и все. Как не убивать. Как. Как тогда. Весь этот процесс. Все вот это вот. Хорошо тушенку придумали. Это вот в правительстве был один. Фамилия у него армянская что ли. Сразу не вспомнюсь. Вот он министром был промышленности. И в 30-каком-то году он придумал вот эти тушенку делать. Теребаток мяса в банке. То раньше у нас не было. И вот построили консервный завод для этого. И мороженое тоже он придумал делать. Забыла фамилию. Как хочешь сказать. То вечно все забывай. Ну. Правительство было. В 30-е годы. Чуть-чуть поел уже голос. Так-то он у меня бесконечно. Вот так вот у меня день сегодня прошел. Масло появилось. Молоко купила. Яйцо купила. Сметану купила. Можно готовить все что душе угодно. Хотела еще печеночки купить. Куритной. На подложечке. Такая хорошая свеженькая была. Но некуда ставить. Я же сейчас ее не буду ездить. Мне все занято. Все морозильники все занято. Так что на страже животных люди, которые мясо не едят, конечно, я им сочувствую. А которые говорят им жалко-жалко и идут, покупают мясо и крутят котлеты. Это уже получается нечестно. Жалко жалеть животных и кушать мясо. Жалко жарить шашлыки. Свинья тоже животное. Животных домашних очень жалко. Им же привыкает человек. Он его ждет, он его кормит. Он хрюкает или глаза. А у свиней такие глаза, как у людей. Маленький так смотрит. Тоже неприятно. Когда забои, детей стараются куда-нибудь увезти, чтобы они не слышали. А крупнорогатые, у них слезы текут. На мясокомбинате их вообще как-то током убивают. Как рассказывали мне, я тоже говорю, не рассказывайте, не надо. На забой ведут, они уже знают, что их на забой ведут. Ладно, не будем эту тему больше. Чего-то я завелась на ночь глядя. А ладно, хватит. Спасибо, что прослушали. Если кого-то расстроило своей болтовнёй, извините. Но это жизнь. Ничего не попишешь. Ничего не попишешь. Всем пока-пока. Заходите, я буду рада. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok